Мир вам, Церковь! Поздравляю вас с Новым Годом! Аж не верится, 2022 год на дворе, представляете? И в этот день, в праздничный день, люди обычно говорят какие-то поздравления, какие-то добрые пожелания, правда же? И стараются сказать что-то такое хорошее, чтобы это исполнилось в жизни, и надеются, и верят в то, что это когда-то обязательно произойдет. И вот сегодня я тоже не исключение. Я хочу вам что-то пожелать, что-то хорошее, что-то доброе, нужное. Хотя проповедь — это всегда пожелание, правда же? Потому что проповедник, когда он выходит за кафедру, он надеется, что он говорит что-то важное. Ну, во всяком случае, я так думаю, что я должен сказать что-то важное, когда выхожу сюда, на кафедру, и пожелать что-то, чтобы люди, может, обратили на что-то внимание, на что, может, когда-то не обращали. И применили в своей жизни, чтобы изменялись к лучшему, и поступали достойно Бога. Знаете, годы идут, с годами у людей прибавляется какой-то опыт, они в чем-то утверждаются, правда же? Часто люди думают, что с годами у людей прибавляется мудрость. Тоже правда, да? Я отчасти согласен с этой теорией, что мудрость приходит. Но иногда бывает так, что года накапливаются, болячки накапливаются, какие-то долги накапливаются, другие какие-то проблемы. Но вот с мудростью заминка, да, как-то вот не приходит и не приходит. К сожалению, бывает такое, не со всеми, правда. Так вот, я сегодня хочу пожелать всем нам, всем вам, нам, сам себе, независимо от возраста, независимо от пола, от цвета глаз, не знаю, всем нам хочу пожелать мудрости. Я не считаю себя достигшим в этой сфере, тем более, что я многих из вас считаю намного лучше, чем я сам. Я не пытаюсь вас научить, знаете, как вот с такой высоты птичьего полета, потому что понимаю, что сам во многом не достиг, и много нужно работать над собой. Однако, читая Библию, я кое-что нашел в ней, чем хотел бы с вами поделиться. В какой книге очень много сказано о мудрости? Кто знает? Что? Притчи, притчи Соломона, да. Давайте именно ее и откроем. Притчи, 9 глава, 10 стих. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Знакомое место, да, многие из нас его помнят наизусть и цитируют. Почему так написано? Я знаю, что многие люди, не знающие Бога, они могут покрутить пальцем у виска и сказать что-то, какое-то глупое, непонятное заявление, утверждение, бояться Бога. Какая в этом мудрость, да? Познавать святого, что здесь такого мудрого. Но знаете, что мудрость этого мира, это есть безумие перед Богом. Тоже знакомый, правда? Потому что только глупец может утверждать, что Бога нет. Просто посмотрев вокруг и сказать, да, ну все само собой, правда же. Кто-то сказал, что мир слишком совершенно устроен, чтобы быть случайным. И я абсолютно согласен с этой формулировкой, с этой фразой, потому что действительно все вокруг очень сложно, очень совершенно устроено. И заявлять о том, что Бога нет, ну это просто глупость. Даже если человек много чего знает, много всяких умных книжек прочитал без картинок, да, и все это познал, но заявляет о том, что природа – это такая, вот знаете, слепая случайность, то он всего лишь умный глупец. И вот в Божьих глазах он остается именно таким же дремучим глупцом. Потому что, знаете, как написано, давайте следующий текст откроем. 1 Коринфянам, 3 глава, пожалуйста. 1 Коринфянам, 3 глава, 19 стих. «Ибо мудрость мира сего есть, безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Итак, Господь есть непостижимая мудрость, даже премудрость. И познавать Бога – это значит познавать вот эту самую мудрость или премудрость. Написано следующее. Мы сегодня много будем обращаться к книге притчей. И вот притча, 3 глава, 19 стих. Смотрите, что написано. Притчи, 3 глава, 19 стих. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». Согласны с этой формулировкой. Ну, Библия все-таки, мы же верующие. Конечно же, согласны. И понятно, что именно премудро все было основано. Именно для того, чтобы это все основать, нужен разум. А теперь давайте интересный текст прочитаем, другой из Нового Завета. Это Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано». Читающие Библию знают, что здесь речь идет об Иисусе Христе. То есть написано, что самим Иисусом Христом было все создано, видимое и невидимое. И все это было им создано и для него. И вот, сопоставляя эти два текста, мы видим, что Господь премудростью все создал. А во втором тексте мы прочитали, что все это создано Христом. Теперь давайте вывод такой логический сделаем. Значит ли это, что Христос – это и есть премудрость? Да, конечно. Ответ на поверхности. И эту мысль давайте мы прочитаем в следующем тексте. Первое Коринфянам, первая глава, с 23 стиха. Первое Коринфянам. Да. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Видите, как сложились пазлы? То есть, Господь творил все премудростью, Господь творил все Иисусом Христом, и Иисус Христос – это и есть, это самая премудрость. Поэтому тот, кто отвергает Христа, отвергает и Божью силу, и Божью премудрость, и остается сам, один на один, со своей собственной глупостью. Мы же, познавая Бога Иисуса Христа, познаем мудрость. Ту самую, которая была причиной всего, ту самую мудрость, которая стала причиной нас с вами, ту самую, которая сотворила всю вселенную. И вот Господь, Он есть единственный источник мудрости, и если мы хотим обладать мудростью, то нам необходимо познавать самого Господа. Теперь хочу перейти к практическим таким моментам, советам, оставленным для нас в Писании, в Библии. И вот прежде чем приступить к чтению этих советов, я хочу задать такой интересный вопрос. Что такое мудрость? Вот когда мы произносим слово «мудрость», что мы имеем в виду? Как она проявляется? Знаете, было бы интересно, если бы мудрость измерялась в килограммах. Знаете, так встал на весы, посмотрел, о, 100 килограмм. Так, отбрасываем килограмм 40 на кости и мясо, остается 60 килограмм. Мудрости у меня 60 килограмм. О, хорошо. Если серьезнее, то кто такой мудрый человек? Мудрый человек – это тот, который умеет в уме быстро сложные математические задачи решать. или, например, там вот вычислять квадратные корни из чисел, да? Или там быстро хотя бы делить или умножать в голове. Это мудрый человек? Или, может быть, мудрый человек – это тот, который знает ответы на разные вопросы. Например, какое расстояние от Земли до Солнца, от Земли до Луны, там знает, сколько полосок у зебры, или какой длины хобот у слона и так далее. Плотность воды, масса земли и так далее. Это мудрость или нет? Ну, я думаю, что, может быть, это в какой-то степени и есть какая-то мудрость. Но я нашел для себя что-то очень интересное в Библии, чем хочу с вами скорее поделиться. Это притча 14 глава, 16 стих. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». Вот теперь смотрите, какие математические вычисления он делает, мудрый. Он боится и удаляется от зла. И противопоставление. Глупый раздражителен и самонадеян. Вот эта вот мудрость, оказывается, правда же? Это библейский текст. И давайте мы рассмотрим эту сторону мудрости. Вы удивитесь, об этом очень много сказано. То есть удаляться от зла – это есть уже мудрость. В контексте наших рассуждений, что мудрость – это и есть сам Бог, он же и есть добро, правда же? Значит, практическое проявление мудрости – это удаляться от зла и приближаться к Богу. Логично, да? Потому что, как известно, зло – это дьявол. Получается, первый шаг к мудрости – это… Первый шаг к Богу – это значит удаляться от зла. А вот глупость, смотрите, мы прочитали, что она проявляется в раздражительности и самонадеянности. Вот там характеристика мудрого человека и глупого человека. То есть глупость, несомненно, это зло. А если зло, то кто стоит за этими качествами, как раздражительность, самонадеянность? Конечно же, враг. Враг Бога и враг наш с вами стоит за этими всеми качествами. Если мы непримирительны, если мы раздражительны, скандалим по любому поводу и без повода, обижаемся постоянно, то мы ведем себя, как глупцы. Да, это по Библии означает, что в нас нет мудрости. Если мы скандалисты, если мы проявляем себя вот таким вот образом, недостоин, то мы являемся грешниками. И давайте посмотрим на следующий текст, чтобы убедиться в этом. Притчи 29 глава, 22 стих. 29 глава, 22 стих. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. То есть, для того, чтобы быть грешником, нужно быть вспыльчивым, гневливым и тому подобное. Нужно быть глупым человеком. Знаете, мы любим часто себя оправдывать. Мы часто говорим такое, вот если бы ты не поступил вот так, ты бы не дал мне повода, и я бы тогда не скандалил, вел себя по-другому. Ну вот, смотрите, для скандалиста, для человека, который легко раздражается, для глупца, как мы прочитали, для него и повода-то особо не надо. У него уже заложено, это его постоянное такое вот состояние, быть гневливым, и достаточно какой-то мелочи, даже может быть почти незаметной, и она всегда найдется. Для того, чтобы человек так себя вел. Когда Христос ходил по земле, даже к нему были у людей претензии, да? Люди раздражались его словами, его делами, поступками, да? Правда же? Так вот, раздражительность, грех и глупость, это одно и то же. И это является показателем того, что в человеке нет мудрости. Помните, я когда-то рассказывал историю про козу? Ну, я немножечко, быстренько напомню. Была такая семья, дедушка с бабушкой, у них была коза, и вот они выводили ее пастись, каждое утро забивали такой столбик, привязывали козу на веревочке, а потом, когда день проходил, они приходили забирать эту козу. И когда приходили, эта коза наматывала круги вокруг этого столбика в течение дня, и так наматывала свою вот эту веревочку, что там одни узлы были из этой веревочки, на этой веревочке. И она уже не могла двигаться, она была очень близко к этому столбику, просто была беспомощная, и прежде чем забрать козу, нужно было долгое время потратить для того, чтобы развязать вот эти все узлы. И когда приходила бабушка забирать эту козу, они приходили по очереди, то бабушка, развязывая эту козу, все время причитала, ах ты глупая, ах ты бестолковая, и тому подобное, находила очень много эпитетов, вот ты мне всю жизнь, вот так и так. Пока развязывала, пока шла домой, она ее практически поносила всем, чем могла. Когда приходил дедушка, была та же самая ситуация, абсолютно один в один. Те же самые узлы и все. Но он, развязывая ее, находил для нее добрые слова, говорил, потерпи немножко, потерпи маленькое, я тебе сейчас помогу, сейчас тебе станет легче. То есть, смотрите, ситуация та же самая, но наша реакция, она разная. У одного человека я готов раздражаться, я готов злиться, а другой человек находит что-то доброе в себе, чтобы являть это вокруг себя. Так вот, то, как мы реагируем, уже есть показатель. Глупцы мы, или есть у нас мудрость. И вот, для того, чтобы сохранять мир, чтобы быть проводником добра, нам нужно быть мудрыми. Помните, как написано, притча 16 глава, 32 стих. Притча 16, 32. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Лучше. Лучше перед кем? Вопрос. Логичный вопрос, да? И я отвечу с уверенностью, что лучше перед Богом. Бог это ценит. О терпении, о долготерпении очень много сказано в Писании и о том, что нужно иметь самообладание, нужно уметь владеть собой. Там тоже очень много написано в Писании. Кто помнит, какое слово используется в Библии, которое означает наше сегодняшнее слово самообладание? Кто знает? Кротость. Вот крутость – это драгоценное состояние сердца перед Богом. Филиппинцам 4 глава, 5 стих. Филиппинцам 4 глава, 5 стих. Откройте, пожалуйста. Кротость ваша, да будет известно всем человекам, Господь близко. Вот это то, что мы должны являть. И чтобы все люди, которые вокруг нас, они могли сказать, вот это кроткий человек. То есть человек, имеющий самообладание. То есть это не раздражительность, это умение терпеть, умение прощать. Давайте откроем еще одно место. 1 Петра 3 глава, 3 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, и, внимание, дальше, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Этот текст обычно читают сестрам, да? Говорят, что вот, смотрите, вот что от вас требует Господь. Но, однако, здесь есть заложена важная истина, которая касается каждого из нас. Здесь написано, что драгоценно перед Богом. И что перед Ним драгоценно? Это кротость. Он это сильно ценит в человеке. Как мы вот прочитали в том тексте, что человек, имеющий самообладание, да, он лучше в Божьих глазах, чем завоеватель города. Мы часто готовы завоевывать города, делать всякие великие дела. Мы также там стараемся очень выглядеть красиво, достойно перед людьми и думаем, что Богу это приятно. Но вот смотрите, лучше завоевывать, побеждать самого себя вначале, а потом уже делать большие дела. Большие дела – это хорошо, это нужно. Бог это ценит, конечно же. Мы вспоминаем, как в Откровении Иисус говорил, что знаю твои дела. То есть дела для Господа важны. Но вот в то же время Павел пишет, что я, даже делая много таких великих дел, он там перечисляет, душу могу положить и так далее, но вот могу оказаться медью звенящей звенящей или кимвалом звучащим. Конечно, мудрый человек – это не только такой, знаете, молчаливый, покладистый. Как мы уже говорили, Христос и есть сама мудрость. Но давайте посмотрим на Христа и зададим себе вопрос. Христос был всегда спокойный, вот такой невозмутимый, или все-таки были у Него некоторые всплески в поведении? Негодования у Христа были? И, конечно же, мы, читая Библию, мы находим, что Христа раздражало кое-что. Например, человеческое неверие, человеческая неблагодарность. Знаете, вот такая вот закостенелость, твердолобость такая вот в религиозных убеждениях, как у фарисеев. Вот они знают, что в субботу вот так вот надо себя вести, и все, и Христос, ну, никак не мог сдвинуть этих людей с места. Ну, или в других каких-то вещах. Они закон на закон, постановление правило на правило, да, придумывали, и Богу это не нравилось, это Его раздражало. Мы видим Иисуса в гневе. Он связал бич и начал в храме показывать, кто в доме хозяин. Также мы помним, что Иисус произнес такие слова, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Я знаю, что есть мнение, что Иисус это говорил не людям. Я даже немножко тоже сам придерживался этого мнения. Но вы знаете, я все-таки сейчас думаю, что это Иисус произнес именно в адрес людей. Почему? Потому что действительно Христу неприятно было, когда человек был закостенелый такой, в неверии, закостенелый, в какой-то таких религиозных рамках, что я уже говорил. Этого человека очень трудно исправить, что-то сделать с ним. Человек не хочет исправляться. И Богу это очень не нравится. И Иисусу это не нравится. Есть, знаете, живя на земле, мы знаем, что есть такие люди, которые умеют, это у них профессия такая, умеют выводить из равновесия. И их приходится терпеть. И то, что как раз Иисус сказал, «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Кстати, то же самое сказано и нам, что терпение нужно вам. Помните такие слова? То есть нам нужно проявлять мудрость и в терпении мудрость тоже. То есть будут люди такие раздражители, которые сами не живут и другим не дают жить нормально. Они из-за своей глупости просто являются такими несчастными путешественниками в ад. Это очень серьезно, потому что люди, отвергающие мудрость, они становятся на сторону зла, на сторону глупости. И служат хозяину этого всего. И вот на примере Христа мы видим, что эмоциональные всплески – это бывает. Никто эмоции не отменял. Но вот постоянное состояние Иисуса, который и есть мудрость, мы на Него смотрим, как на мудрость, то вот Его постоянная составляющая – это мир, это любовь, это доброта, это самообладание и спокойствие. Давайте еще прочитаем, что пишет нам апостол Иаков о мудрости. Это третья глава Иакова с 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Мудрая кротость. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Видите, Новый Завет подтверждает все то, что мы прочитали в притчах. Дальше. «Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Вот то, что нам красиво, лаконично изложил апостол Иаков. Друзья, нам нужна мудрость именно в библейском понимании этого слова. Мудрость, которая кроткая, которая удаляется от зла, которая мирная и которая имеет доброе поведение и приносит добрый плод. Благодаря этой мудрости мы сможем сохранить наше общество, сохранить единство в церкви. Мы сможем сохранить наши семьи. Мы будем светом и примером для людей, которые вокруг нас, и мы сможем быть угодными Богу. Хотели бы вы быть мудрыми, вот такими, как в Писании написано, правда же? Я бы очень хотел. И все, что я сейчас прочитал, я говорю не только вам, я говорю это самому себе, потому что знаю, что мне тоже очень много нужно работать над собой, просить Господа о том, чтобы Господь помог мне. Поэтому давайте тоже будем работать над этим и просить, чтобы Дух Святой был в нас, присутствовал в нас и даровал нам эту мудрость, необходимую в нашем служении перед Господом и перед людьми. Субтитры подогнал «Симон» и «Симон» и «Симон».